Здесь озеро было большое, широкое. Вот досюда почти что так вот оно было очень глубокое. Мы купали здесь. Вместо красивейшего озера – зеленая лужа. Вместо богатого водного мира – мухи. На протяжении десятилетий Михайловское озеро было центром протяжения местных жителей. Люди купались, загорали, рыбачили. Но со временем водоем начал усыхать и мелеть. Озеро решили воскресить. На его расчистку направили больше 30 миллионов рублей федеральных средств. Но жители загорелись голубой мечтой слишком рано. С одной стороны рыбаки, с другой – песчаный берег, где можно будет искупаться. Но мечты об озере так и остались мечтой. После расчистки озеро превратилось в болото. А рыба здесь и не пахнет. Купаются здесь только мошки. Чистили и углубляли Михайловское стандартно грубым методом – земснарядом, который достал со дна не просто иловые отложения, но и истребил все живое. Озеро, конечно, углубилось на полметра, но при этом практически погибло. Кстати, вспоминается печально известный манжерок республики Алтай, где расчистка также привела к исчезновению редких видов растений и животных. Причина – отсутствие комплексного обследования перед стартом работ. При планировании работ по очистке озера надо посмотреть, а надо ли убирать было все высшие растения. Они же перехватывали часть биогенных веществ. Соответственно, надо ли было углублять всю акваторию озера. Людям-то нужно ведь не все было озеро, а только его часть. Поэтому тонкая программа по исследованию предварительному и отслеживание процесса реабилитации. Все работы выполнены в соответствии с СЦУ. По проекту сметной документации отчитались чиновники Краевого Минприроды. А то, что озеро цветет, говорят, естественный процесс со временем пройдет. Попали в такой опять период времени, когда у нас в ходе весеннего половодия фактически то русло, которое должно было бы туда прийти, эти объемы, они у нас не были спрогнозированы, они не поступили. Поступило меньшее количество воды. В следующий год будет более благоприятен в плане весеннего стока. Озеро заполнится в тех границах, в которых оно было, значит, оно приобретет нормальные характеристики. Кстати, прямо сейчас миллионы уходят на расчистку Калядинского озера в Тюменцевском районе. Следующие в списке знаменитые на всю страну озера – Завьяловское и Колыванское. В Минприроды, конечно, заверяют, что прикасаться к ним будут лишь после полной экологической экспертизы. Правда, на том же Калядинском озере, где работы по очистке идут полным ходом, по словам экспертов Института водных и экологических проблем, комплексной экспертизы не проводилось. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.